Приветствуем вас на вводной части тренинга 13 алмазов и чувства знания. Меня зовут Станислав Жданов и я являюсь основателем и главным тренером школы 13 алмазов. Меня зовут Анна Жданова, я творческий дизайнер и соведущая школы 13 алмазов. Знаете, почему мы рады вашему участию в нашем тренинге? А потому что если вы здесь и сейчас вместе с нами, это означает, что жизнь побудила вас зайти настолько далеко в вашем желании самопознания, в углублении вашу духовную природу и понимании ее связи с материальностью, а также расширение рамок и границ вашей личности настолько, что вы пришли на это очень интересное развивающее мероприятие. И, к слову, конечно же, не обольщайтесь, к нам приходят очень многие люди и очень много руководителей разного рода из собственных центров образовательных и людей, которые думают, что достигли достаточно высокого просветления с таким самомнением. Где-то разные участники, как правило, встречаются, но, как говорится, если вы думаете, что уже достигли просветления, попробуйте провести неделю со своими родственниками. Да-да, потому что именно родственники, с которыми мы проводим большую часть времени, показывают нам, словно лакмусовая бумажка, то, что нужно нам проработать своей личности и то, что мы так тщательно в себе скрываем. И основательной и тщательной проработкой своего нутра мы как раз и будем заниматься на протяжении всех дней тренинга 13 алмазов и чувства знания, а именно, в частности, огранкой 13 алмазов. Ну, а для начала давайте разберемся с тем, что это такое и почему именно 13. 13 алмазов, как они есть, как мы их сегодня преподаем и предлагаем для проживания вам, родились в 2009 году между 10 и 12 апреля и приходили ко мне поэтапно в виде озарений до тех пор, пока не достигли своей максимальной сборки именно в те 13, которые мы предлагаем вам познать сегодня. Вокруг числа 13 ходит большое количество зловещих легенд и суеверий. И сейчас мы хотим развеять некоторые из них, чтобы развенчать такую зловещую составляющую числа 13. Здесь просто следует с большей грамотностью и осознанием подойти к числу 13. Значение 13 несет в себе разрушение, трансформацию и смерть, обнуляющую силу. И здесь, конечно же, нужно понимать в здоровом ключе, что такое смерть. В этих целях я записал целый фильм, который так и называется «Преодоление страха смерти» и очень рекомендую вам его посмотреть. Но уже сейчас могу сказать, что смерть на самом деле является сокращением от смены мерности. То есть, когда мы меняем мерность одного мира на мерность другого мира, в то время как продолжаем существовать и на самом деле не умираем в том смысле, в котором принято считать в народных массах как вот именно окончание жизни. Мы просто меняем свое существование, свое бытие с одного мира на другой, с одного измерения на другое. И в этом ключе и следует понимать слово «смерть». Поэтому 13 – это такая обнуляющая сила, и даже в картах Таро, 13-я карта, 13-й аркан, он так и называется, карта смерти, карта разрушения. Но она еще и олицетворяет возрождение и обновление, что очень важно понимать. Если задуматься, то между разрушением и очищением можно поставить знак «равно». Например, когда мы моем тарелку, мы разрушаем грязь, находящуюся на ней, но по сути мы ее очищаем. Поэтому там, где есть разрушение, есть переход в некое другое состояние, есть очищение, есть обновление. Точно так же, как птенец появляется из яйца, когда эта скорлупа трескается, разрушается, но оттуда появляется новая жизнь. Либо когда гусеница своими усилиями, развиваясь в бабочку, разрушает этот кокон, но при этом разрушении появляется новая жизнь, при том в еще более отличающемся качестве, когда гусеница таким потрясающим живым алхимическим процессом превращается в бабочку, которая уже не ползает, а летает и достаточно высоко. В мироздании известны три состояния энергии, а именно творение, хранение и разрушение. И представьте себе, если бы разрушение не было как очень важной составляющей, все живые существа бы только рождались, сотворяли что-то новое, все это бы хранилось, складировалось и, соответственно, ничего бы не утилизировалось никогда. Я думаю, что долго такой мир бы не прожил и погряз бы в собственных творениях, которые бы скапливались бесполезным образом, никак не утилизируясь. И как ни парадоксально бы это звучало, сами бы и разрушили бы себя такими вот проявлениями и процессами взаимодействия с энергией. Поэтому как ни крути, а разрушение, как переход в некое новое состояние и очищение, это мировой процесс, без которого, ну, просто нигде не обойтись. Начиная от мытья тарелки и заканчивая самыми глобальными и масштабными процессами со звездными светилами, галактиками и того, чего мы даже себе не можем сейчас представить. В ключе же 13 алмазов, как высоковибрационных внутренних состояний, через которые мы можем расти, следует понимать, что как раз эти 13 состояний разрушают невежество внутри нас, а именно высветляют всякие темные уголки нашего существа. Далее, об развертывании значений и смыслов числа 13 мы бы хотели обратить ваше пристальное внимание на буквицу, а именно древнесловенскую буквицу, состоящую из 49 букв. Это матрица 7 на 7, 7 горизонталей, 7 вертикалей, которая составляет в общей сложности 49 буквиц. И на Руси ранее было принято записывать числовые выражения именно в буквичной форме. И если бы мы захотели с вами записать число 13, нам бы пришлось воспользоваться числом 3, а именно буквицей глаголи, и числом ижеи. И с точкой. Та именно буква, которая сегодня известна в английском языке, ну и она присутствует также в украинском и белорусском языках. Также стоит отметить, что именно название число более родное для нашего русского языка и славянской культуры. Поэтому, так как я русскоговорящий человек, мне ближе говорит число, а не цифра. И, к слову, числами можно называть как однозначные, так и многозначные цифры, как это принято говорить в современном мире. Поэтому я делаю такую небольшую поправочку и разъясняю, почему я далее буду оперировать понятием числа, апеллируя к любому значению, в том числе и цифр. Чем же отличается буквица от нынешнего алфавита? Ну, хотя бы тем, что вы могли уже заметить, что буквиц 49, в то время как в современном русском алфавите, их 33. И эти буквы с каждой новой реформой постепенно, начиная с дореволюционных времен, сокращались, сокращались все больше и больше. Говорят, что их было на самом деле более чем 49, но нам бы хотя бы разобраться с этими 49. И вот другое главное отличие буквицы от алфавита современного заключается в том, что в буквице название букв это не просто А. Арбуз, Б. Барабан, В, Г, Д и так далее. А в том, что в буквице А, Б, В и Г и Д это только лишь звуки, в то время как названия самих этих букв полностью несут совсем другое значение и наименование, а именно Аз, Боги, Веди, глаголи, Добро, Есть, Есмь, Жизнь, Земля, Дзело. Это я вам только вот до современной буквы З, что называется, перечислил названия этих буквиц. А их, представьте, еще 49. Поэтому это очень интересная такая система знаний и очень глубокая. Как вы уже поняли, где Б, это не какой-то барабан, как сегодня детям преподают, а Б, это буквица, которая называется Боги и несет в себе именно такое Божье состояние внутреннее. И еще ряд образов. И вот таких образов очень достаточно немалое количество содержится в каждой буквице, которое несет в себе достаточно глубинный и широкий смысловой ряд. И, надо сказать, в принципе, не повторяющийся друг с другом. Если вам интересно, будет более подробно и глубоко познакомиться с буквицей, то вы сможете приобрести уникальные и редкие книги по теме буквицы, за которой мы следим регулярно и стараемся предоставлять только действительно уникальнейшие и глубинные такие пособия, по которым вы можете постигать именно эту область. Ну, а в остальном, в принципе, мы этой темы не касаемся на нашем тренинге. И сейчас я лишь хочу вам разъяснить числовое выражение, записанное в буквице, а именно числа 13. Так вот, если бы мы хотели с вами записать 13 в буквичном выражении, мы бы написали с вами число 3 и число 10 буквицами глаголи и ижеи. И выглядело бы это именно так, как показано на экране. К слову, как же нам понять, написано это числовое значение, либо слоговое и некое слово? А очень просто. Когда на Руси записывали числа буквами, то по обеим сторонам ставили такие две точки и сверху черточку, которая называется «титла». Таким образом, все понимали, что это не слово, а числовое выражение. И надо отметить, что называлось число 13 на Руси 3 на 10. То есть, если бы нам надо было сказать «тринадцатый», мы бы сказали «три на десятый». Буквица глаголи несет в себе образ передачи знаний. Есть еще буквица «рецы». Рецы, она отвечает за речевой поток. Но чем же отличается глаголение от речения? А тем, что речение несет в себе поток такого диктора, оратора, который, может быть, где-то не совсем красиво и ярко говорит, но он несет через такое речение доклад, лекцию, если угодно. А вот глаголи, глаголение – это процесс более красивого изречения, скажем так. Более красивой речи, может быть, даже стихотворной, может быть, прозаической, но больше в стиле романтическом. Это такой более ладный и гармоничный поток этой самой речи. И вот глаголение – это передача знаний, и в особенности именно вот в таком вот потоке. А буквица Ижеи, вот эта И с точкой, несет в себе образ потока божественного света, который горит в сердце каждого человека. И заметьте, что от этой точки как бы отходит вниз, не спускается такой луч, луч, который исходит из этого истока. То есть поток божественного света, который горит в сердце каждого человека, о чём мы будем говорить с вами в рамках теории первого дня подробно. И вот передача знаний, которая проистекает из этого потока божьего света, соответственно, всё это в образном таком значении несёт в себе число 13. То есть, ещё раз, передача знаний через поток божьего света, который излучается из нутра сердца человека. Вот чем является число 13, если расшифровать, разархивировать эти смыслы через буквицу. Вы, наверное, заметили в символике школы 13 алмазов такую интересную структуру, состоящую из 13 не пойми чего. Ну, я так намеренно говорю, не пойми чего, потому что многим людям эти структуры действительно незнакомы. И, грубо говоря, мы называем их алмазами, в то время как каждая из этих структур называется звёздчатыми додекаэдрами. Ну, вот такая вот замысловатое название у этих форм. К слову, об этом подробнее мы будем говорить на четвёртый день нашего тренинга, когда будем рассказывать чуть подробнее о сакральной геометрии. В целом же, конечно же, эти 13, они являются изначально окружностями. И здесь просто нужно понимать, откуда они происходят, для чего и зачем. Знакома ли вам такая структура, как цветок жизни? Цветок жизни – это очень древняя форма, древняя модель, которая найдена практически во всех главных странах и городах, столицах мира. В Египте, на Крите, в Греции, в Турции, на Тибете. И, в общем-то, я бы не удивился, если бы не осталось просто ни одного места на Земле, где бы не был найден этот цветок жизни, потому что это действительно очень-очень важная структура. Почему важная? Да просто потому, что из этой структуры, а точнее сказать, по этой модели развивается всё мироздание. И всё мироздание было сотворено именно по этой модели. То есть, фактически, вы сейчас смотрите на пути движения Духа в пространстве, в процессе чего Он сотворял всё это мироздание, по лекалу чего сотворяются все наши тела, произрастают все растения в мире и все живые органические, скажем так, формы жизни. И вот этот цветок жизни в том виде, в котором он сейчас перед вами предстал, это то, как древние оставили его для нас, заключив вот именно в такую шестиугольную форму. Но если вы заметите по краям такие дуги оставшиеся, если их продолжать в окружности, эти дуги, то в какой-то момент мы можем развивать этот цветок жизни до бесконечности, а не только в пределах этих двух окружностей, которые обрамляют непосредственно этот цветок. И вот если мы продолжаем дальше производить эти окружности, в какой-то момент внутри этого цветка у нас проявляются 13 соприкасающихся рядом друг с другом окружностей, которые и называются уже плодом жизни. То есть из цветка жизни в какой-то момент произрастает плод жизни. К слову, есть еще семя жизни, из которого затем произрастает цветок жизни, но об этом мы будем говорить подробнее на четвертый день теории нашего тренинга. И вот эта структура, состоящая из 13 окружностей, а в случае символики нашей школы из 13 алмазов, она по сути называется плодом жизни и состоит из 13. О том, почему так важен плод жизни и важен он для понимания, понимания сакрально-геометрических структур и всей жизни в целом, опять же, мы подробнее расскажем вам на четвертый день. Ну а сейчас давайте посмотрим на следующий слайд, на котором изображено созвездие. Как вы думаете, что это за созвездие? Возможно, в детстве, кому родители рассказывали и показывали разные созвездия, вам не составит труда назвать это созвездие. А те, кто, конечно же, не изучал настолько пристально звездное небо или, может быть, прогуливал уроки астрономии, вам придется немножко поломать голову над тем, что же это за скопление звезд. Ну, я не буду долго вас мучить и скажу, что это созвездие называется Орионом. Я думаю, что в любом случае вы слышали это наименование в тех или иных областях жизни, ну даже хотя бы в каких-то названиях каких-то компаний. А я уже не говорю о том, что Орион играет очень такую ключевую роль в развитии человеческой цивилизации и недаром пирамиды на плато Гиза соориентированы три основные пирамиды именно по направлению к этим трем звездам в поясе Ориона. Ну, а какое отношение это имеет к 13 алмазам, спросите вы. А здесь нам требуется для этого обратиться снова к славянской мудрости и традиции, потому что именно из этой традиции известно, что, во-первых, созвездие, то, что мы называем сегодня созвездие, у наших предков называлось чертогами. И вот этих чертогов наши предки знали 16, в отличие от 12 созвездий, известных сегодня в астрономии, в астрологии, как угодно. И вот их нашим предкам было известно 16, и, как вы думаете, как по-древнерусски называлось созвездие Ориона? А называлось оно чертогом финиста ясного сокола. И имело числовое наименование, как вы думаете, какое? 13. 13-й чертог или 3 на 10-й чертог называется чертогом финиста ясного сокола. У каждого чертога есть своя символика. И вот если мы посмотрим на символику чертога финиста ясного сокола, перед нами предстанет вот такая интересная структура. И, как вы уже видите, она очень-очень сильно соотносится с символикой школы 13 алмазов. И сделано это было непреднамеренно. Как я сказал, 13 алмазов родились в 2009 году, а о 13-м чертоге, о том, что он называется чертогом финиста ясного сокола, и о том, что имеет вот именно такую символику, я узнал лишь 6-ти годами позже, после того, как родилась символика школы 13 алмазов, чему я очень удивился. Ещё и потому, что до того, как я узнал о том, что этот чертог несёт в себе значение 13, о том, что имеет настолько схожую символику со школой 13 алмазами, я принял в своё пространство такое многим неизвестное моё тайное скрытое имя финиста ясного сокола. Я действительно не знал ничего о символике или числовом значении, и потом был очень удивлён, что ещё и являюсь носителем непосредственно имени финиста ясного сокола, и насколько это всё соотносится с делом нашей жизни, с делом моей жизни, а именно 13 алмазами. Так вот ещё раз, чертог финиста ясного сокола по-современному называется созвездием Ориона. И сам персонаж финиста ясного сокола по известному сказу, сказ о финисте ясном соколе, он несёт в себе олицетворение волшебства, несёт в себе связь с дивьим телом. Диве тело — это по-современному душа, о чём мы будем дальше говорить, когда мы будем рассказывать вам о матрёшке наших телес. И далее я больше не буду рассказывать ничего про созвездия Ориона или про финиста ясного сокола. Мы обязательно вам пришлём очень ценный, глубинный сказ в определённой интерпретации, с которым я вам очень рекомендую ознакомиться для понимания глубины традиции, в особенности славянской традиции. Ну, а далее, если вы захотите что-то узнать, конечно же, о значимости созвездия Ориона, значимости этого созвездия для древних культур, для человеческой цивилизации, я думаю, что вы сможете очень много найти информации на эту тему, в том числе авторов, которые посвятили очень много времени своей жизни для того, чтобы раскрыть тему Ориона и как это всё соотносится с нашей планетой, планетой Земля и вообще с Солнечной системой. Дальше, где нам встречается число 13, это последовательность Фибоначчи. Слышали ли вы об этой последовательности, может быть, из школьных лет, когда нам об этом рассказывали на математике? Но, к слову, я вам напомню. Был такой монах Фибоначчи, который заметил интересную последовательность, наблюдая за тем, как произрастает всё в нашей природе. Он заметил, что одно растение, произрастая из земли, выпускает листочки по определенной модели. А именно, сначала появляется один листочек, затем растение как бы складывает свой предыдущий опыт и анализирует, сколько мне нужно выпустить листков дальше. И оно как бы думает, у меня не было ничего, а теперь появился один листочек. То есть 0 плюс 1 получается 1. И оно выпускает ещё один листок, тем самым продолжает складывать дальше. 1 плюс 1 получается 2. И так далее. 3, 5, 8, 13, 21, 34 и так далее. Всё время складывая свой предыдущий опыт. И, как мы можем заметить, число 13 входит в последовательность Фибоначчи. И, конечно же, это делало не только это растение, а по этой модели развивается всё живое в мироздании. Всё ваше тело развивается по последовательности Фибоначчи, где, если вы возьмёте даже фаланги ваших пальцев и измерите их, и поделите друг на друга, то вы получите этот определённый, как раз-таки, коэффициент φ, который является 1,618, ну или 0,618. Не будем сейчас углубляться в эту область. Я думаю, что вы сможете при более пристальном изучении сакральной геометрии всё это проработать. Наша же задача сейчас показать вам, насколько всё это, что называется, спрятано, но спрятано очевидно в природе, в нашем организме, всюду и везде. И вот здесь как раз-таки впервые, может быть, для кого-то оживает такое изречение, как «кто не знает своего прошлого, не имеет будущего» в буквальном смысле этого слова, потому что мы видим, насколько природа в сотворении и созидании дальше опирается на свой прошлый опыт. Вот хотя бы мы можем отследить это математически на последовательности Фибоначчи, когда всё живое просчитывает и складирует свой предыдущий опыт для того, чтобы знать, куда мне дальше двигаться. Поэтому недаром мудрость предков завещала нам опираться на эту мудрость, на то наследие, которое для нас оставили наши предки во многих сказах, во многих традициях, о чём как раз-таки мы будем подробно говорить и проживать на тренинге «13 алмазов и чувства знания». Здесь же вы узнаете о нашем самом великом прошлом, на которое следует опираться и не блуждать в разных домыслах и теориях, и версиях исторических даже, в которых на сегодняшний день очень многие просто погрязли. В нашей символике вы видите «13 алмазов», «13 этих как бы окруженностей плода жизни». Но на самом же деле это лишь двухмерное изображение. Если мы посмотрим на эту структуру в трёхмерном объёме, то мы увидим, что это на самом деле куб в кубе. Недаром эта структура на самом деле называется кубом метатрона, о чём вы узнаете на четвёртый день теоретической части этого тренинга. Таким образом, вы видите кубик в большем кубе. И того, если мы посмотрим на куб, сколько у него вершин. У куба восемь вершин. И два куба составляют в сумме восемь плюс восемь – шестнадцать вершин. И восемь и шестнадцать являются очень значимыми и священными числами в той же славянской традиции. Таким образом, мы можем проследить с вами взаимосвязь числа тринадцать с шестнадцатью чисто геометрически. Давайте теперь посмотрим на математическую связь этих двух чисел. Если мы возьмём число тринадцать и сложим один и три, мы получим четыре. Если мы затем помножим четыре на четыре, мы получим шестнадцать. Если мы возьмём число шестнадцать и сложим один и шесть, мы получим семь. И если мы помножим семь на семь, мы получим сорок девять. И складывая четыре плюс девять, мы получим снова тринадцать. Вот таким вот удивительным образом тринадцать и шестнадцать взаимоперекликаются и как бы создают такое колебание от одного-другого до бесконечности. От тринадцати к шестнадцати, от шестнадцати к тринадцати. Вот такая прослеживается интересная связь тринадцати и шестнадцати, как математически, так и геометрически. Другой интересный пример, что Венера делает вокруг Солнца тринадцать оборотов. За то же время Земля делает всего восемь, но с Земли кажется, что Венера делает пять. И опять же мы можем просмотреть здесь такую интересную связь. Пять плюс восемь равно тринадцать. И все эти числа пять, восемь и тринадцать являются последовательностью Фибоначчи. И обратите внимание, какой красивый пятилепестковый цветок образуется в результате совместного такого танца Венеры и Земли вокруг Солнца. Знакомо ли вам такое понятие, как прицессия равноденствия? Прицессия равноденствия — это двадцати шеститысячелетний цикл вращения оси Земли. Как бы вам это объяснить, если вы с этим не знакомы? Все знают, что Земля вращается вокруг своей оси. Но мало кто знает, что непосредственно ось сама по себе делает вращательные движения примерно вот таким вот образом. Помимо того, что Земля вращается, или точнее сказать, в то время, как Земля вращается вокруг этой оси. И вот полный цикл вращения, один цикл ось делает такого рода за двадцать шесть тысяч лет. И этот цикл называется прицессия равноденствия. Так вот, если вы заметили, половина этого цикла составляет тринадцать тысяч лет. Тринадцать тысяч лет, и снова мы встречаемся с числом тринадцать. К слову, также известно, что каждые тринадцать тысяч лет кундалини Земли меняет свое местоположение. Если вы не знакомы с тем, что такое кундалини, кундалини — это энергия, которая располагается в копчиковой зоне каждого человека, и она там спокойненько себе спит, свернувшимся, как змея в виде, до тех пор, пока человек ее не пробудет. Ну, конечно же, эта энергия кундалини, она перемещается с первого центра ко второму и к третьему центру максимуму среднестатистического человека. Таким образом, путешествуя на уровне нижних трех чакр. И если кундалини человека поднимается выше третьей чакры, а именно в сердечный центр, именно с этих самых пор для человека становится возможным пережить такое состояние, как безусловная любовь, о которой так часто говорил Иисус. Кундалини, конечно же, не ограничивается сердечным центром и может подниматься дальше в горловой центр и в шишковидную железу, о чем мы будем подробнее говорить позже на нашем тренинге. И, конечно же, пробуждать нашу спящую кундалини для того, чтобы она соединяла сердечный центр с мозговым центром, а именно шишковидной железой. Так вот, так как наша планета Земля является также живым организмом, разве что ее тело отличается от вашего тела и имеет гораздо более крупный масштабный размер и другую форму, у Земли тоже есть своя энергия кундалини. И так случается, что в том месте, в котором находится кундалини Земли, в этом месте начинает развиваться духовный центр Земли. И в предыдущие 13 тысяч лет таким центром для нашей планеты являлся Тибет, Гималайские горы и область Индии. Поэтому эта область, она стала таким хранителем, если угодно, флешкой, накопителем для всей духовной мудрости, информации и местом паломничества для людей со всего мира. Так вот, по свидетельству многих аборигенных народов Земли, кундалини нашей планеты переместилась в Южную Америку, а именно в Анды. Это район Перу и Боливии. Также здесь стоит отметить, что каждые 13 тысяч лет происходит смена полярности, или, так скажем, ведущей полярности на Земле. И если предыдущие 13 тысяч лет в мире правило мужская энергия, то последующие 13 тысяч лет на нашей планете будут править женские энергии, священная женственность, которая проявляется как раз-таки в сочувствии, в любви и в еще некоторых алмазах из тех 13, которые мы с вами будем проживать. Другими словами, если так коротко и просто сказать, в последующие 13 тысяч лет на Земле будут править сердечные энергии, поэтому сейчас так важно открывать свое сердце как можно шире для проживания этих божественных качеств, состояний, а именно этой священной женственности. И если говорить о том втором пришествии Христа, о котором многие говорят в религиях, то вот это второе пришествие, оно и является пришествием Христосознания, или, точнее сказать, приведением себя к Христосознанию каждого человека внутри себя через перемещение своей энергии в сердечный центр и, соответственно, проживание всей своей жизни из этого Христосознания, которое возможно только из сердечного центра. Если мы посмотрим на такую древнюю структуру, как карты и их масти, то мы увидим 13 карт каждой масти, и, соответственно, 4 масти имеем, и 1 плюс 3, это тоже 4, и того 13 на 4, 52 карты. Тоже это очень и очень не случайно. К слову, о начертании этих мастей и их древности и значимости мы расскажем вам на четвертый день нашего тренинга, когда будем углубляться в сакральную геометрию. Как соотносится число 13 со сперматозоидами? Очень долгое время было принято считать, что один сперматозоид, пробираясь к яйцеклетке, вдруг попадает туда, и происходит этот взрыв, и начинается деление клеток и зачатие плода. Но на самом деле для того, чтобы этот один сперматозоид добрался к этой яйцеклетке, ему в этом должны содействовать от 10 до 12 сперматозоидов, то есть помогать ему пробираться туда. И того вместе с ним мы получаем от 10 до 13 сперматозоидов необходимо для того, чтобы произошло зачатие. В этом есть очень интересная подсказка к тому, почему Иисусу требовалось 12 апостолов. Потому что именно без них, без этого числа апостолов Иисус не смог бы осуществить свою миссию. Известно, что 13 врат есть в теле женщины. Два глаза, два уха, две ноздри, один рот, две груди, один пупок, один анус, одна уретра и один вагинальный проход. И также 13 главных составов в теле человека. Известно ли вам такое священное писание, как «Писцис София», очень глубоко почитаемое в особенности масонами? Так вот, в этом писании Иисус после своего воскрешения приходит к ученикам и рассказывает им таинство, в том числе и непосредственно о самой «Писцис Софии». «Писцис» с греческого переводится как «вера», в то время как София – это мудрость. Таким образом, это как аллегория, так и живой персонаж. По словам Иисуса, согласно этому писанию, который деградировал из 13-го иона и пал в своих вибрациях до плотности нашего третьего измерения. Здесь я не буду дальше вам что-либо рассказывать. Если вам интересно будет, вы сами прочитаете это интересное и глубинное писание. Но, опять же, обращаю ваше внимание на значимость, в особенности для зарождения человеческой цивилизации, как таковой, именно связь женского существа, как чистоты Божьей, и числа 13, которая пришла сюда из 13-го иона или 13-го измерения, говоря другим, более понятным, может быть, вам языком. Известно, что славянских народностей именно 13, и 13 же славянских языковых групп. В самом начале мы рассматривали 13 как разрушение и оно же очищение. Другими словами, 13 – это мощный энергокод, который словно солнце светит абсолютно всем живым существам. Но стоит ему хоть на небольшую долю приблизиться к земле, как тут же всё живое погибнет. Так же, как, например, пятиконечную звезду, часто рассматривают как некий сатанинский символ. Но точно так же им можно воспользоваться как во зло, так и в добро. Потому что возьмите любое яблоко и разрежьте его поперёк, и вы увидите там пятиконечную звезду. То есть сама природа заложила пятиконечные звёзды в своих творениях. Поэтому это и нехорошо, и неплохо, смотря как мы этим пользуемся. И обратите внимание на этот слайд. Здесь представлены различные фрукты в поперечном разрезе. Посмотрите, какие красивые узоры сотворила природа. И, к слову, у хурмы, например, не пять, а восемь лучиков. А если мы посмотрим на то же яблоко или грушу, то там мы увидим привычные нам пятиконечные звёздочки. Ну и последнее, на что хотелось бы обратить ваше внимание касательно числа 13. Это возраст, по исполнении которого у ребёнка наступает половое созревание. По этой причине мы разграничиваем наших участников по возрастной категории до 13 лет и начиная с 13 лет. Соответственно, до 13 лет, как правило, мы занимаемся с детьми. Я бы сказал, что сейчас половое созревание происходит немножко даже раньше, и мы стараемся брать в работу детей до 11 лет именно на детский тренинг 13 алмазов и инфоока, на котором происходит развитие прямого видения, когда ребёнок ещё может развить и дораскрыть в себе эту застоявшуюся способность не считывать информацию из пространства, а буквально видеть её точно так же, как вы видите её физическим зрением, с той же светонепроницаемой маской на глазах. В то время как по исполнении 13 лет, начиная от 13, ребёнок, по сути, является уже довольно-таки взрослым человеком, и у него развивается некий языковой интерпретатор, известный в психологии. И этот языковой интерпретатор, он уже начинает вклиниваться в жизнедеятельность человека, начиная с 4-5 лет. Таким образом, как правило, до 4 лет этот языковой интерпретатор развивается и зреет. Этот языковой интерпретатор – это та часть мозга, которая в дальнейшем всё больше и больше вклинивается внутри человека по мере его взросления и начинает приобретать всё больше и больше убеждений по мере того, как обретает некий багаж терминологический, багаж понятий, и в том числе о том, что возможно и что невозможно. И по этой причине, чем моложе человек, чем моложе ребёнок, тем больше остаётся вероятности и возможностей для того, чтобы раскрыть прямое видение внутри такого ребёнка. Ну а 13 лет, как правило, действует взрослый режим внутри каждого человека, который мы называем больше как чувство знания, при котором происходит именно считывание информации из пространства. Больше считывания, нежели прямое видение, как это происходит у ребёнка до 11-13 лет. Поэтому, как правило, чувство знания мы называем ещё и взрослым режимом считывания информации из пространства, что, к слову, не накладывает ограничения даже на взрослого человека, потому что, я вам скажу, есть такие взрослые люди и в свои 40, и даже 50, в которых раскрывается это прямое видение, которое работает именно чаще всего в детском режиме. Поэтому здесь нет каких-то жёстких ограничений. Тем не менее, тенденция на взрослый режим считывания информации из пространства, она наблюдается в таком большинстве, и, как я сказал, начинается этот режим у человека именно с 13 лет, потому что эго больше всего вклинивается внутри такого человека. Такой человек всё больше приобретает понятие о том, что возможно, что невозможно, и требуется больше времени для того, чтобы пробираться через вот эти тернии, которые внутри такой личности уже такими сетями раскинуло это внутреннее эго, которое растёт всё больше и больше с каждым годом взросления. Поэтому требуется, как правило, больше времени работы со взрослым человеком для того, чтобы взрослого раскрепостить, для того, чтобы его вернуть вот в это больше детское состояние, из которого как раз-таки многое по жизни и получается. Поэтому мы ещё не раз на тренинге будем вам напоминать о необходимости и ценности этого детского состояния. Ну а теперь давайте посмотрим, в чём заключаются эти 13 состояний, 13 алмазов. Как вы могли заметить в нашей символике, эти алмазы подписаны буковками, аббревиатурами понизу. И они идут в следующем порядке. Признательность и благодарность, сочувствие, вера, мир и гармония, воображение, невинность, любовь, радость, кротость, единство совершенного света, страсть и воодушевление, правда и мудрость. По большому счёту, не особенно важно, в каком именно они порядке идут. И я даже часто говорю, что вообще можно было бы оставить только один алмаз, одно состояние — это любовь или единство совершенного света, из которых произросло всё мироздание и всё сущее. Но именно в образовательных целях для того, чтобы привнести большее внимание людей, познающих себя на конкретные состояния, именно в этих целях мы выносим их в отдельную категорию и разграничиваем на вот эти 13. Эти 13 алмазов я называю самыми древними артефактами в мироздании. Потому что, представьте, если все книги, все библиотеки будут уничтожены, и не останется ни одного внешнего источника, на который можно было бы опереться для личностного роста и самопознания. Эти 13 алмазов каждый, ну или если не каждый, то хотя бы какое-то меньшинство людей смогут изначально возродить из своего сердца. Потому что это и есть суть Божьего состояния, это и есть та суть, которой вы являетесь в изначале. И зачастую именно так и происходит. Именно меньшинство возрождает какие-то утерянные знания, какие-то потаённые глубины до тех пор, пока оно не проникает в основные массы. Эти 13 алмазов есть основа для возрождения благородства и добра в человеке. Они, если угодно, есть национальная идея для всего мира. Только вдумайтесь, монахи, йоги, духовно ищущие люди веками оставляли свои какие-то мирские заботы и желания ради того, чтобы отправиться в поиски нечто такого сокровенно-духовного в поисках Бога. То, что называется в разных традициях, разными именами у Бога бесчисленное множество имён. И в конце концов в своих поисках все такие люди, которых мы знаем, эти йоги, монахи, они оставляют после себя определённые летописи, какие-то дневники, кто-то пишет, может быть, книги. И все они приходят к переживаниям и к состояниям в конце своих поисков, поисков вот этого вот божественного, как переживания от встречи с тем или иным алмазом из этих 13. Ну, либо и с большей частью. Я, честно сказать, никогда не встречал, чтобы в такой вот целостности какой-то из таких ищущих людей описывал бы эти 13 состояний по окончании своего жизненного пути. Как правило, тот или иной йог или монах описывает либо больше любовь, либо благость, либо больше склоняется к такой божьей мудрости, к которой этот человек приходит в конце жизни. Но чтобы вот в такой целостности кто-то выделил их в отдельные категории, я этого ещё не встречал. Есть определённый свод добродетелей в той или иной традиции. Добродетели, к которым приходит, опять же, какой-либо духовно ищущий человек. Но здесь есть некоторые принципиальные отличия для именно глубинного погружения. Правда заключается и в том, что не каждый из таких ищущих людей постигает все эти 13 состояний. И вы можете, живя в миру, то есть не обязательно куда-то отдаляться в пещеры, в горы, в Гималайи, в какие-то кельи, отрекаться от всего, скажем так, мирского. Вся красота этих 13 состояний, осознание этих 13 состояний и проживание их в повседневной жизни заключается в том, что они не обязывают вас куда-то отдаляться, хотя бы для того, чтобы их найти, потому что вы их уже нашли, раз вы находитесь на этом тренинге. Другой вопрос, конечно же, это проживание этих состояний, что тоже может быть вполне осуществимо прямо там, где вы есть, здесь и сейчас, в вашей комнате, в вашем городе, в вашем квартале, и вам совсем не обязательно удаляться куда-то для этого в заточение, что, к слову, иногда будет немаловажным для того, чтобы как-то почистить свои мысли, почистить свои эмоции, свое внутреннее состояние, ну, лишь на какое-то короткое время. В остальном же вся вот эта вот огранка этих алмазов, она как раз-таки должна происходить во взаимодействии с социумом, на работе, в общении с друзьями, в общении с вашими близкими, с которыми вы находитесь чаще всего, потому что именно во взаимодействии с людьми вы можете отслеживать, насколько вы огранили тот или иной алмаз и какие грани именно еще остается полировать. Тем и удивительно и интересно эта наука обладение этими 13 алмазами внутри себя. Я бы сказал даже так, природосообразно и целесообразно удалиться в некое уединение, если вы чувствуете, что вы слабы, чтобы оставаться продолжительное время в социуме и практиковать эти состояния в социуме, потому что все-таки уровень у каждого свой, разный. И мы сюда приходим в это воплощение, каждый со своими какими-то данностями, и в принципе люди в этом плане не равны. Поэтому если вы чувствуете, что вам требуются такие, скажем так, костыли со стороны природы, то, конечно же, для вас это будет очень полезно. В любом случае, главная идея заключается в том, что эти 13 состояний должно проживать и практиковать именно там, где вы находитесь. В городе, значит, в городе, где-то в удалении, в деревенской, например, местности, значит, там. Другими словами, у нас не должно оставаться каких-то оправданий для нашего духовного роста, в особенности, если нашу жизнь занимают какие-то хлопоты и заботы, и в особенности семейные. Потому что эти 13 состояний мы можем проживать каждый раз, когда мы общаемся с любым абсолютно человеком, с близким или не близким. И это очень интересный процесс, в котором мы отслеживаем свои мысли, слова, действия на предмет того или иного алмаза. Так, а насколько я сейчас вырос в радости? Насколько я сейчас просел, может быть, в кротости? А насколько мудрость отстает? И вот это очень интересный такой калибровочный процесс. Поэтому 13 алмазов — это такое мерило внутри вас. 13 алмазов — это характерные черты высочайшего сознания, самая суть Бога Всевышнего. Каждому из нас до боли знакомы такие понятия, как честь, святость или благородство. Но что это в действительности такое? Что такое святость и чем ее измерить? Что такое благородство? Что такое честь? Так вот, в 13 алмазах заключается и честь, и святость, и благородство. И когда мы растем в этих 13 состояниях, мы, соответственно, повышаем уровень святости, благородства и чести. Вы вполне справедливо можете спросить, а почему в эти 13 входят именно вот эти состояния, а, например, не совесть, не свобода или еще какие-то проявления, качества и другие состояния? Все очень просто. Если вы поразмыслите дольше и глубже над этим вопросом, то вы увидите, что все остальные состояния и качества, они являются следствием от этих 13. То есть они проистекают из этих 13 состояний. Какое бы качество вы ни взяли, вот именно личностное. Здесь мы можем также наблюдать, что все эти 13 очень взаимосвязаны друг с другом, потому что одно без другого не может существовать. Ну, к примеру, возьмем алмаз невинности. Представьте себе такую картину, что мы углубляемся в совершенствование этого алмаза внутри себя, развиваем чистоту помыслов, развиваем такое детское непредвзятое мышление во всех смыслах слова. И в какой-то момент находим себя вот в такой прям чистоте и помыслов, и состояние, как дитя. Но если мы уходим в этот перекос, если человек ушел в этот перекос и, например, упустил алмаз мудрости, то есть он никак не развивает мудрость, он только углубляется в это детское состояние такой вот невинности, то тогда такой человек уже переходит от невинности, перебирает как бы этой невинности и уходит в наивность. В наивность, потому что если он не работает со своей мудростью, то, соответственно, такого человека, являющегося наивным как дитя, могут уже и одурачить, и обмануть, и куда-нибудь не туда завести, и потому что он будет такой открытый всему, как ребенок, что, опять же, не хорошо, не плохо, но если вы это не компенсируете, не балансируете алмазом мудрости, когда мы извлекаем ценность из всех жизненных опытов, когда мы анализируем эти жизненные опыты, то тогда, конечно, такой всецелой, всецелая такая практика алмаза невинности, она не идет нам во благо. Или наоборот, если человек умудрен своим опытом, и он набирается, более того, большим количеством знаний, которые так и не перетекают в мудрость, мозг такого человека, он все равно что черствеет, костенеет, и тогда, конечно же, там ни о какой чистоте, и детской непосредственности, открытости, и речи быть не может, и таким образом, уйдя в перекос этого алмаза мудрости или недомудрости, скажем так, как очень большое количество профессоров, академиков, такой человек теряет ценность вот такого алмаза, как невинность, такой детской непосредственности и открытости. Поэтому все очень здесь взаимосвязано, и все эти алмазы должны постоянно уравновешивать друг друга. Вот, например, взять алмаз веры. Если человек фанатично углубляется в область веры на почве, ну, скажем, той или иной традиции или религии, или какой-то конфессии, и не компенсирует свое внутреннее развитие остальными алмазами, то такой человек становится уже, ну, разве что не фанатиком, а то и фанатиком, который может очень яро всех вокруг осуждать и судить за то, что они такие неверные, за то, что они неверующие или состоят в каких-то других, скажем так, направлениях. Вот, поэтому здесь эти 13 алмазов, они недаром являются таким, как бы, колесом, да, и это колесо, оно должно оставаться колесом, такой округлой формой, шарообразной, для того, чтобы легко и быстро катиться дальше по жизни, потому что как только где-то появляется просадка, это все равно, что появилась бы выбоина или вмятина в этом мячике или в этом колесе, и такое колесо уже становится неполноценным. А теперь давайте поговорим о матрешке. Слышали ли вы о том, что помимо нашего физического тела у нас есть еще как минимум 6 тел? Подобно игрушке-матрешке, которую мы все знаем с детства, наши тела точно так же вложены друг в друга. Эта игрушка неспроста дается нам с детства, чтобы напоминать нам о том, что наши тела энергетически устроены точно по такому же принципу. В славянской традиции наше физическое тело называется явье-тело. Дальше за ним идет жарье-тело, то есть тело энергии. Это наша аура, наше биополе. В сказках часто оно изображается как жар-птица и переливается всеми цветами радуги, точно так же, как и наша аура. Следующее тело — навье-тело. Некоторые люди называют его астральным телом, хотя это не совсем верно. Также оно известно как лептонное тело. В наших сказках образ навьего тела передается через водную гладь, потому что навье-тело в первую очередь взаимодействует с информацией. В нем мы можем выходить из тела, когда спим, и путешествовать по миру нави, набираться мудрости и работать с информацией. В английском языке есть слово Navy, которое переводится как военно-морской или темно-синий. В чем мы еще раз можем видеть аналогию с навьем телом. Также в нашем русском языке есть такие слова, как навигатор, с нави-ведение, скандинавия, навеять, вода, ведать. Следующее тело — клубье тело. Оно может быть вам знакомо как ментальное. Если мы обратимся к нашим сказкам, то также найдем в них прообраз клубьего тела. Это путеводный клубочек, который давался главному герою, чтобы тот указал ему верный путь. Это есть аналогия того, как наше клубье тело служит неким навигатором по жизни. Клубье тело окружает нашу шишковидную железу внутри черепной коробки. Оно приходится таким серебристым цветом дымки. И недаром клуб у нас соотносится с клубом дыма. Следующее тело — это колобье тела. Тело разумения, тело радости, но не той бурной радости, которую мы привыкли испытывать после какого-то бурного праздненства или тем более застолья. Эта радость скорее такая тихая, переходящая в благость. И многим из вас известно это тело по сказке о колобке, конечно же. Само за себя это название уже говорит. Колобье тело. Наши предки славяне называли солнце царем Колобом. Ну а то свечение, которое выдается за пределы немножко нашей черепной коробки, называется колобком. И оно выходит вовне, в отличие от клубьего тела. Соответственно, клуб, в этом слое вы можете заметить такой корень, как луб. И все лубяные культуры, они тоже говорят сами за себя. Луб – это нечто сокрытое внутри. То есть то, что находится внутри, внутри коры, внутри стебля, ствола. И, соответственно, клубье тело находится внутри черепной коробки. А лобное место – это некое открытое пространство. Недаром эта часть головы нашей называется лбом. Оттуда и колобье тело, то есть тело, которое выдается за пределы головы. И оно заметно для окружающих людей, поэтому на иконах, в особенности, вы часто можете встретить колобье тело вокруг лика святого человека. И, конечно же, колобье тело не является прерогативой какой-то группы определенной, принадлежащей какой-то религии. Колобье тело возжигается вокруг головы человека, любого человека, который развивает эту внутреннюю духовную природу внутри себя, проживает эти 13 алмазов в том числе. И таким образом, как естественное следствие по богам данной такой природной данности у человека возжигается это колобье тело вокруг головы. Следующим по тонкости идет диве тело, которое известно среди человечества как душа. Да-да, душа – это одно из телес. Часто ошибочно говорят, что я не человек, я не физическое тело, я душа. Но это немного неправильно, потому что душа – это только одно из телес, одна из оболочек этой матрешки. А то, чем является наше «я», это еще более глубинная такая частичка этого божьего неделимого, нетленного света. И вот душа в славянской традиции называется дивим телом. У нас есть сказка «Дива дивная», и, как вы уже заметили, это название связано с удивлением. То есть, нечто, что удивляет вас при этом удивлении, наполняет вашу душу. И когда вы удивляете других людей, эта энергия удивления также питает вашу душу. Потому что душа – это одно из тел, и так же, как физическое тело, мы питаем физической пищей, и все остальные телеса подпитываются каждой своей пищей. Диве тела также прослеживается корнями в санскрите, когда мы слышим слово «дева». Дева, как некоторые из вас могут знать, означает нечто божественное, божество. И в русском языке, конечно же, у нас есть слово «дева» или слово «девочка» уменьшительно ласкательное. То есть, как мы уже можем проследить взаимосвязь к чему-то очень такому сокровенному и божественному, когда мы говорим о женской природе. В английский язык это понятие ушло своими корнями в такое слово, как «дивайн», что переводится как «божественный», или «дивинити», что означает «божество». А также интересно поразмышлять над словом «дайвинг». «Дайвинг», то есть, когда мы погружаемся под воду, в глубину, и то же самое происходит, когда мы погружаемся вглубь своей души. То есть, это некое такое глубокое погружение, которое вошло в обиход словом «дайвинг», как погружение в воду. Очень интересная взаимосвязь. И самое тонкое тело из нашей матрёшки это свете или правье тело. Оно ещё в разных традициях называется как меркаба, как у древних египтян, например, или у тибетских буддистов, или меркава у каббалистов. И вот если все нежестоящие тела матрёшки, шесть тел от девьего до явьего, самого плотного маленького тела, они даются нам по праву рождения, то свете или меркаба, это тело нам не даётся по умолчанию. Его как раз-таки и нужно развивать, и оно является одним из самых сокровенных таинств вообще всей жизни, потому что если вы его развиваете при жизни, то вам больше нет необходимости воплощаться в этом мире. Вы можете уйти в очень высокие измерения и миры и воплощаться уже там. Ну а до тех пор, пока человек не активирует и не взращивает это свет и тело вокруг себя, соответственно, он вынужден перевоплощаться здесь до тех пор, пока не вспомнит, кем является на самом деле. И вот это свете тела единственное, казалось бы, простое, но, как вы можете сейчас дальше понять, очень трудоёмкое условие для того, чтобы это тело было активировано вокруг вас и было жизнеспособным. Единственным условием для этого служит безусловная любовь. Безусловная любовь, которую необходимо испытывать практически большую часть своего времени и уж точно испытывать и быть в этой безусловной любви, когда вы покидаете этот мир, для того, чтобы вот это свете тела сохранило в том числе и вашу память, чтобы вы не утеряли эту память, но как минимум для последующих воплощений и переродились с большим памятованием о том, что было до этого и кем вы вообще являетесь. Так или иначе, рано или поздно, эта память всё равно к вам вернётся, и вы всё вспомните. Но для этого нужно потрудиться и заслужить такую, скажем так, награду. Интересно, что когда мы развиваем какое-то одно из телес, всегда задействуются два соседних. Когда мы развиваем чувство знания, задействуется наше клубье тело. И наоборот, если мы развиваем клубье тело, то автоматически развиваются чувства знания. Вместе с этим параллельно задействуются навье тело и колобье тело. Навье тело задействуется, когда мы используем активно образное мышление в чувство знаний. Калобье же тело помогает нам удерживать наши вибрации на максимально высокой частоте. На нашем тренинге мы будем активно развивать также и жарье тело в интересных практиках, играх и танцах. Также мы будем немало затрагивать явье тело и, конечно же, будем глубинно развивать наше дивье тело. Это очень интересно получается так же, как с зелёным цветом, который является продуктом жёлтого и голубого цвета. Соответственно, для того, чтобы считывать информацию из пространства, нам необходимо прежде научиться работать с подсознанием, а это работа с навьем телом, то есть умение соображать, и научиться радоваться, а это работа с колобьем телом. Ну, радоваться — это, грубо говоря, научиться работать со своим эмоциональным и вибрационным состоянием. Почему мы обращаемся к этим телесам, именно опираясь на славянскую традицию? А всё очень просто, потому что то, как они называются, очень понятны для нас, русскоговорящих, людей. Конечно же, эти тела известны в разных традициях под разными названиями, как аура, астральное тело, кавузальное, ментальное и так далее. Но когда мы слышим все эти немного неясные для нашего уха названия, нам предстоит ещё немало времени разобраться вообще, что это за название и с чем оно соотносится. А тут всё предельно ясно. Вот вам в детстве прочитали сказку про колобка, а тут вы слышите про колобья тела, и у вас как-то на подсознательном уровне уже многое распаковывается, и нет надобности что-то слишком много объяснять. То есть в нас уже вложены эти слоговые, генетические, скажем так, корни на уровне сказок, которые мы впитали в себя на уровне русского языка. И вот эти названия, они предельно ясны и понятны. Разве что требуется дать немножко больше развертки, что мы сейчас и делаем. Об этих телесах более подробно можно просмотреть, и я думаю, что вы сделаете это в фильме «Преодоление страха смерти». Оттуда же вы сможете узнать, почему человека в славянской традиции принято хоронить на третий день, почему поминают на девятый день, почему затем поминают на сороковой день. Всё это связано с отмиранием каждого тела в тот или иной период и срок. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, вы об этом более подробно посмотрите. Есть ещё одна очень интересная и важная тема, которую мы должны затронуть, а именно четыре царства, или точнее сказать три царства, потому что именно как три царства, они знакомы практически всем русскоговорящим людям. Вы наверняка знаете, ну или как-то припоминаете сказку о трёх царствах и Иване Царевиче, который отправился искать свою матушку, своих потерявшихся братьев и нашёл, к слову, себе любимую в золотом царстве, а матушку нашёл в алмазном или в бриллиантовом царстве. Ну, это уже зависит от версии сказки. И интересно, что они все затем вернулись в конечном итоге обратно домой к отцу, к царю Ивану Царевичу на Сером Волке со своей любимой, новонайденной, новообретённой. И это очень аллегорическая такая история. В чём же заключаются эти три царства и почему ничего не говорится об этом четвёртом алмазном царстве? В том, что сначала они все прошли через медное царство, затем через серебряное, затем через золотое, и только потом Иван Царевич попал в алмазное царство. И есть такая поговорка в народе «Через огонь, воду и медные трубы пройти». Так вот, медное царство – это есть суть первые три энергоцентра нашего существа. Это первая, вторая и третья чакры – это сугубо такие центры, связанные с выживанием, с наслаждением, с реализацией себя, с силой воли. И люди, живущие на этих уровнях, они, в принципе, занимаются всеми этими областями. Это власть, деньги, секс, наслаждение, выживание и так далее. Если человек перемещает свою энергию дальше, в сердечный центр и в горловой, то он вступает в область Серебряного Царства. И в Серебряном Царстве на этом уровне человек начинает петь, танцевать, заниматься творчеством, активно заниматься рукоделием, каким-то ремеслом, творить. И вот если на уровне Медного Царства люди друг другом манипулируют, что называется, как бы кого отманипулировать. Так вот, на уровне Серебряного Царства люди уже руководят. То есть руководят своим каким-то делом, руководят друг другом для того, чтобы более-менее в порядок привести жизнеклад, жизнеустройство. И вот если человек поднимается на уровень Золотого Царства, это уже как раз-таки в ту область колобьего тела, активированного колобьего тела. И оно активируется, к слову, при условии, что сердце соединяется с шишковидной железой и возжигается такой колобок вокруг головы человека. И вот если человек переходит именно вот в такое состояние, что называется, обретает царя в голове, то на этом уровне человек уже управляет, он правит, он может быть таким вот мудрым правителем, царем, князем. И если человек поднимается на уровень Алмазного Царства, а это уже от седьмой чакры и выше туда, то этот уровень подразумевает под собой целостность, цельность, уровень такого аза человека, мыслящего многомерно. Вот если на уровне Золотого Царства человек мыслит уже образно, то на уровне Алмазного Царства человек мыслит за пределами категории этого мира, он уходит в многомерность, и, соответственно, ему нет уже смысла заниматься всеми этими играми, связанными с управлением, властью. Он просто становится единым со всем сущим, а если ты един со всем сущим, то какое-то дерево или какая-то река и есть продолжение тебя, и такой человек, к слову, может даже творить так называемые чудеса, когда может как-то подвигать деревом или создать нужную погоду. Такой уровень мы уже знаем, как уровень волхвов, жрецов, и вот это как раз уровень Алмазного Царства, уровень цельности. У каждого из вас есть такой пример в вашей жизни человека, который является душой компании. Он весельчак, он много шутит, разговаривает, все вокруг него собираются, объединяются, он может громко говорить, как-то оживленно себя вести. И вот как раз такой человек является примером человека, активно проживающего Серебряное Царство. То есть он творческий, как правило, такой живой, подвижный, руководящий. Но заметьте, что такой человек не обязательно должен быть духовным. То есть он душевный, но он не духовный, как правило. То есть он может в принципе вообще ничего не ведать и не смыслить в духовности, в каком-то более высоковибрационном развитии. но он достаточно позитивный, такой вот на уровне именно на уровне сердечном. В противовес, возможно, у вас есть пример такого человека в вашей жизни, который более ведет такую уединенную жизнь, он более одухотворенный, умиротворенный, занимается каким-то более таким глубоким духовным развитием, но он не является душой у компании. То есть он наоборот может быть молчаливым, тихим, но зато очень хорошо развитым именно в области золотого царства. Так вот, соответственно, здесь вы уже можете наблюдать большую разницу между душевностью, духовностью и насколько люди, владеющие тем или иным параметром, могут в принципе не владеть каким-то другим параметром. Конечно же, если человек владеет и душевностью, он является душой у компании, и еще и духовностью, это высший пилотаж, надо сказать. Так вот, если говорить о том, что развивают 13 алмазов, то они как раз таки развивают золотое и алмазные царства. Если это мы переведем на тела, то это колобье, дивье и свете тела. Эту сказку о четырех царствах вы сможете посмотреть в нашей онлайн-школе отдельным блоком. И вот теперь давайте представим Бога Всевышнего, как единую живую книгу, которую разорвали на странице, из страниц вырвали отдельные строки из контекста, искривили их смысл и растащили по разным религиям, конфессиям, течениям, противопоставив их друг другу. Так вот, 13 алмазов это единая, целостная, живая книга. если расшифровать слово вера по слога корням, то мы получим ведание света. То есть ВЕ, ВЕДИ, буквица, как ведать, и РА, РА, это свет. И, соответственно, в 13 алмазах есть 4 алмаза, связанных со световой сущностью, световой природой. Это непосредственно ВЕ, РА, как ведание света, это ВО, БРА, ВООБРАЖЕНИЯ, то есть там тоже присутствует РА, как световая составляющая воображения, так же, как и в слое ОТРАЖЕНИЯ, к слову. Но мы об этом еще поговорим. И РАДОСТЬ, то есть свет в достатке, а также ЕДИНСТВО СОВЕРШЕННОГО СВЕТА. И вот эти вот 4 алмаза являются таким световым костяком. Я бы сказал, что еще Любовь является тоже таким световым алмазом, потому что ЛЮБОВЕ, вот именно БО здесь означает как Божественное Бог, а Бог на прокрите переводится как ЛУЧ СВЕТА. Давайте рассмотрим этимологию слова алмаз. Алмаз с греческого означает НЕСОКРУШИМЫЙ. И действительно алмаз является самым твердым минералом, в то время как графит самым мягким, но оба из углерода. Углерод как основу материальной жизни содержит 6 нейтронов, 6 протонов и 6 электронов. Отсюда три шестерки 666 число нашего материального мира. И вот в слове алмаз ал означает все, все, что можно в себя вобрать, все элементы. Аллах, есть такое имя русское, и Аллах это обращение к Всевышнему у мусульман. Так говорят по-русски Аллах, но у англоязычных они х не произносят, они говорят Аллах. Такие два зеркальных слога Ал и Ла. Алмаз, соответственно, алый, алый цвет, рубиновый цвет, также известен в мистицизме как цвет Святого Духа. Аллатырь, алтарь, место сокровенное, которое посвящено Всевышнему, Алтын, как наименование золотого золота, Алтай, высокогорье, алхимия, наивысшая химия. Таким образом, мы можем проследить, что в тех словах, в которых присутствует Ал, эти слова обозначают что-то верховное. И в английском слово Ал, которое произносится как All, так и означает все или все. И действительно, наивысшее заключается во всем. И часть целого не может быть сильнее всего целого, как ни крути. Таким образом, наивысшая сила заключается в единстве, что как раз проживается в алмазе единства совершенного света. И если мы расшифруем в конечном итоге слово Алмаз пользуясь слагокорневым извлечением, а также пользуясь трактовками из буквицы, то мы получаем Алмаз как Всевышняя абсолютная энергия Ал, явленная через Мать Мира в плотной материальной земной форме. Таким образом, эти высоковибрационные состояния, которые являются сутью Всевышнего, они спущены в этот материальный мир и обозначены теми понятиями, которые представлены человечеству в виде признательности, благодарности, сочувствия, невинности, радости и так далее. Это ведь только то, как мы в языковой форме их обозначаем, в то время, как сами по себе они являются чистым состоянием. И более того, в более высоковибрационных мирах они ощущаются куда гораздо выше и тоньше и абсолютно по-другому, нежели чем мы их переживаем здесь, находясь в этом земном существовании. Поэтому, как в буквальном смысле, так и в вибрационном эти состояния они вполне себе по праву называются алмазами. Плюс еще к тому, что и по той причине, что каждое из этих состояний имеет несколько граней и каждую из этих граней мы можем полировать внутри себя и шлифовать до тех пор, пока мы здесь живем. Я думаю, что совершенству нет предела в любом случае. Это очень интересный процесс. И в нашей школе так и говорится ни бриллиантов, ни золота, ни серебра, ни красок, ни блеска, ни даже самих себя никогда не увидеть без света. Таким образом, мы можем понимать, что свет представляет собой единственную ценность, потому что вот вы, когда приходите на какое-то мероприятие, например, на наш тренинг, вы приходите в удобной одежде, в красивой одежде, вы стараетесь как-то выглядеть так, чтобы на вас было приятно смотреть, если вы приходите на какой-то вечер, куда вас пригласили. Но представьте, что вдруг везде вырубили свет. Света просто нету ни в одной лампочке, нету ни солнца, солнце зашло куда-то, нет ни фонарей, вообще ничего, нет, кромешная тьма. Кто тогда увидит эту красоту, в которую вы нарядились, все эти какие-то ювелирные может быть изделия, или может быть какая-то машина, на которую вы приехали, которой можно было бы покрасоваться, а вот когда нет света, то всего этого просто не разглядеть, ни цветов, ни красок, ни блеска. Поэтому свет, в особенности ваш внутренний, это и есть суть этих 13 состояний. И вот свет внешний это такой слабый-слабый намек на тот внутренний свет, который является самым главенствующим и вообще превыше всего, что мы и проживаем в 13 алмазах. О 13 алмазах в двух словах вы сможете прочитать на наших электронных ресурсах, и также мы вам раздадим вот такие вот листочки. Ну а сейчас мы бы хотели озвучить для вас стихотворение о 13 алмазах. Есть царство дивное одно, признательность в нем процветает, за все, что есть и что дано, благодарением сияет. Чуткостью в царстве славен род, нет места в сердце раздражению, когда растет в нем славный плод, полон сочувствия велением. Там вера крепится в сердцах, веданием света Божьей силы, в мыслях, деяниях и устах жизнь воплощается счастливой. Гармонии льется звонкий хор, мир в душах ладного спевая, роли осознанно играя, мы сообща творим узор. Умея образы ваять, ведая мир как отражение, мы можем чувства воплощать и явь творить воображением. Светлые реки из сердец льются хрустальной чистотой, воглуби очей всей простотой, ясно ума горит венец. Нет счастья в мире без любви, ключ ко всему, всего исток, вечно живут ее огни, она вселенной клей и сок. И нет для радости причин, то светлых помыслов удел, и сердца чистого надел, она свет внутренних лучин. Здесь ум отдал почет смиренью и устремился ясным днем к сердцу с поклонным во служении, алмазом, что сияют в нем. Отрадно сердца зов явить, лелеять пыл его во благо, с ним силы жизни устремить есть высочайшая награда. Свой свет исток нетленный льет, пронзая мир лучами правды, и гобеленца знаний ткет, веками в плен маня преграды. Здесь лишь один из нас в веках играет в жизнь из любопытства, вечно храним в наших сердцах, он есть во множестве единства. вы запомнили как называется эта структура состоящая из 13 окружностей или в нашем случае из 13 алмазов? Правильно, эта структура называется плодом жизни. И вот задача каждого из нас вырастить в себе плод жизни из 13 алмазов и питаться им, питать им свою душу и напитывать этим плодом окружающий мир. А это возможно только когда мы прежде всего сами полируем грани этих 13 алмазов, 13 состояний внутри себя, потому что только личным примером мы можем вдохновлять других. Так или иначе все стремятся к 13 алмазов, будь то через восточный путь, либо западный, но все стремятся возродить в себе эти 13 состояний, ведь они есть ключ к положительному состоянию в каждый миг здесь и сейчас. Ну а положительный настрой есть залог успеха в чувство знаний, то что нам так понадобится с вами на практике. 13 алмазов это главная техника безопасности на нашем тренинге, потому что бездуховный интеллект приводит к демонизму. В случае бездуховного пути, если вы делаете акцент на способностях и тогда, если что-то у вас не получается в практике, растет соответственно ваше раздражение, растет эго и растет соперничество. Таким образом растет ваша бездуховность. Путь же духовный это когда вы делаете акцент на внутренних проработках, на этих 13 состояниях, 13 алмазах и тогда ваша духовность, ваша высоковибрационная сущность, она взращивается, ваша душа растет, а способности развиваются таким приятным бонусом. Обратите внимание, что даже демоны могут владеть сверхспособностями, поэтому задача нашего тренинга и в первую очередь моя задача как главного тренера это предоставить вам эту технику безопасности, рассказать вам в подробностях как ее использовать и привнести к вашему осознанию, ну а далее конечно же уже вы делаете свой собственный выбор и еще раз повторю, что когда вы делаете акцент на проработке внутренних состояний растет ваша духовная сущность, ваша душа и все остальные успехи, удачи, все остальные способности они обязательно приложатся приятным бонусом, потому что это неизбежно, в то время как если человек занимается только отработкой сверхспособности, соответственно они либо получаются, либо не получаются, но в любом случае каких-то более высоковибрационных состояний внутри такой человек уже не нарабатывает, поэтому как говорится цельтесь в небеса и земля приложится, об этом как раз таки и наш тренинг 13 алмазов и чувство знания. Смотрите продолжение вводного дня во второй части по ссылке в описании. в описании.